Одна из серьезных российских рыбодобывающих компаний планирует наладить добычу кильки в Каспийском море. Для этого в Дагестан уже в конце января прибудет два судна. Об этом представители компании рассказали в ходе встречи с РИО руководителя Северо-Кавказского территориального управления рыболовства Курбаном Курбановым. Компании планируют вылавливать до 3000 тонн кильки в год, а еще у них в планах переработка рыбы на территории Дагестана. Эта новость и стала информационным поводом для нынешнего выпуска проекта «Черным по белому», а веду его я, Башраб Драхманов. Рыбная отрасль для Дагестана является традиционной. Когда-то она была одной из ведущих отраслей народного хозяйства. К сожалению, в последние годы ее состояние вызывало серьезную озабоченность, так как в этой отрасли сложилась крайне сложная ситуация. Случилось это по многим причинам, и из-за экономической ситуации на Каспии, и из-за лишения государственной поддержки. По оценкам специалистов, за последние 10 лет объем добычи водных пиар-ресурсов в республике сократился более чем в 4 раза. С 18 тысяч тонн до 4,5 тысяч тонн. В связи с этим была даже принята целевая программа развития рыбохозяйственного комплекса Республики Дагестан, направленная на изменение ситуации. Также был создан комитет по рыбному хозяйству Республики Дагестан. Однако все эти меры не привели к долгожданному рыбному изобилию, а Махачкала так и не стала настоящим морским городом. В программе экономического развития Республики предусмотрено также развитие товарной рыбы, для разведения которой в Дагестане имеются благоприятные условия. Если вырыть пруд и отпустить мальков, товарную рыбу можно будет получить уже через 1-2 года. При этом затраты на производство минимальны. К сожалению, в нашей дагестанской традиции нет пить это перед рыбными блюдами, поэтому рынок сбыта хоть и существует, но он не такой внушительный, как в других приморских регионах. Однако у нас проводится регулярно фестиваль «Каспийская рыба», который собирает любителей рыбы со всей Республики. Последний из них прошел в 2019 году. Для чего это делается? Во-первых, ставится задача показать дагестанцам и гостям из других регионов России, что Дагестан – это рыбная республика. Это водная республика. В прошлом году в добыче рыбы и в аквакультуре были достигнуты внушительные результаты, которых не добивались в последние 11 лет. Надо сказать, что в последние десятилетия во всем мире уделяют повышенное внимание здоровому питанию и морепродукты в этом контексте являются одним из развивающихся отраслей. Поэтому развитие рыбные отрасли в Дагестане – это не просто модный экономический тренд, но и выгодный бизнес. Однако здесь есть и свои нюансы. К примеру, нельзя все время вылавливать рыбу в естественных водоемах. Надо также заниматься ее воспроизводством и выращиванием. Наши республики достигли почти 37% аквакультуры в общем объеме рыбы, поставляемой на различные рынки, когда средний показатель по России составляет только 3%. Останавливаться на достигнутом никто не собирается. В республике запущено 20 тысяч гектаров прудов. Идет выращивание рыбы на водохранилищах в горных реках. Учитывая, какими темпами у нас развивает туризм, для нас рыбная отрасль станет огромным подспорьем. Сегодня ставятся серьезные задачи по развитию рыбной отрасли республики. Для этого у нас имеется огромный потенциал, но он, к сожалению, используется не в полном объеме. На сегодняшний день в Дагестане более 18 тысяч гектаров земель, пригодных для создания прудов и разведения рыб. К сожалению, в год республика производит 1500 тонн прудовой рыбы, тогда как наши соседи Ставропольский край, где нет столько водных ресурсов, производит 9000 тонн рыбы. Поэтому в ближайшее время эту цифру мы намерены довести до 3500 тонн. Для поддержки рыбоводов имеются федеральные и республиканские программы, в которых они смогут участвовать и получать соответствующую государственную поддержку. Поставленная главой Дагестана Владимиром Васильевым задача по возрождению рыбохозяйственного комплекса республики решается поэтапно. На следующий год выставлена планка добычи 20-30 тысяч тонн кильки. При этом вся добытая рыба будет переработана в Дагестане. Для этого выделяются земельные участки с подведенной инфраструктурой для нужды рыбодобывающих артелей. И это, несомненно, принесет и дополнительные рабочие места, и налоговые поступления в региональный бюджет. Ну а вы смотрели проект «Черным по белому» и белого я, Паша Рабдрахманов. Всего доброго!